Друзья, всем привет! Я очень рада сегодня поделиться с вами тем, о чём многие из вас просили рассказать. И как-то я никак не собралась раньше это сделать, потому что много всего было, и даже, наверное, на какое-то время пропало с социальных сетей. И, знаете, это было очень хорошее время, когда можно было перезагрузиться и получить новое вдохновение, новые силы от Бога. И немного расскажу о последних событиях, которые я переживала за последний, наверное, год. Расскажу. Мы с мамочкой на протяжении 8 месяцев жили в Испании, очень в красивом месте. Недалеко от Барселоны. И Бог нам дал там тоже чудесных людей, общения, друзей. И просто невероятное время, когда просто была возможность ездить, служить, помогать нашим людям в Украине, нашим людям за пределами Украины. И также просто отдыхать, перезагружаться, писать. И я просто вот как-то ощущала, что на протяжении 16 лет уже, представляете, 16, наверное, вот как с 2007 года я начала служить в таком служении, когда я начала много ездить, я начала много отдавать. И просто, кто знает мою историю, это совершил Господь, это 100%. И он у меня открыл столько потрясающих дверей. И вот когда мы жили в Испании, я понимала, что мне там хорошо на какое-то время. Но также я понимала, что прежде чем продолжить отдавать, я понимала, что есть то новое, что Бог хочет дать мне. Есть новое послание, есть новый уровень познания Бога, в который я хочу вступить. И знаете, это так легко иногда, когда мы чего-то достигли, когда где-то есть уважение к нам, где-то есть много открытых дверей. И очень легко просто продолжить двигаться по течению. Но иногда очень хорошо остановиться и пересмотреть свою жизнь. Почему мы делаем то, что мы делаем? Почему мы верим в то, что мы верим? И является ли это то, о чём говорит Писание? И знаете, я понимала, что это время, которое нужно позволить Богу сделать что-то новое. И для меня это был такой большой шаг веры. И я подала свою заявку на вступление в библейский колледж в Рейдинге, в Bethel Church. Многие из вас знают эту церковь. Эта церковь, она такой флагман христианской музыки. И, наверное, это то, как, в принципе, многие услышали об этой церкви. И я начала приезжать, наверное, пять лет тому назад, может, даже больше, может, уже даже семь лет тому назад. Я начала приезжать периодически, когда я в Америке бывала, я старалась посетить эту церковь. И, знаете, ну это всегда как-то для меня было время перезагрузки, время, когда, знаете, такое ощущение, как будто бы открытые небеса. И как будто бы тебе легче слышать Бога в своей жизни, тебе легче видеть, как Бог видит твою жизнь. И всегда это было такое особенное время для меня. Но это было очень короткие обычно поездки, потому что у меня обычно график здесь в Америке был такой, что много всего хотелось успеть. И поэтому это всегда было там буквально несколько дней. И вот сейчас как-то мне представилась такая возможность учиться здесь на протяжении восьми месяцев, ну практически даже девяти месяцев. И вот с сентября месяца я училась и была студентом. Скажу честно, первое, что скажу, это реальная учёба. Когда я сюда ехала, я думала, ну это такое будет время перезагрузки, когда я смогу больше как-то времени, ну как-то читать Библию. Короче, в общем, как-то у меня были такие какие-то свои ожидания. Но когда я сюда приехала, это оказалось, что это прям учёба-учёба. Поэтому всем, кто рассматривает вариант приезда и учёбы здесь, думаю, что это хорошо, если вы настроены реально учиться. Мы вот нам раздали такие огромные толстые книги, и мы по ним начали учиться. И многие из которых я... некоторые из которых я читала многое о том, о чём я знала и сама учила тоже в различных местах. Поэтому я знала, что это не ради информации я здесь, но это ради внутренней трансформации. Потому что здесь очень много такого времени, когда вот у нас, например, с понедельника по четверг обучение. Приблизительно 6 часов в день, иногда это 4 часа в день. Но у нас это достаточно такое заполненное время. И приезжает очень много разных спикеров, и также служители самой церкви участвуют в школьном процессе. И в основном это выглядит как большая конференция, потому что у нас есть время, как минимум час времени каждый день, когда мы поклоняемся, и кто это не знает, что такое поклоняться. Поклоняться — это не просто петь песни, это когда ты в молитве и в песнях к Богу, ты соединяешься с Ним. И ты, знаете, есть момент, когда форма может быть разная. Форма песен, форма музыки может быть разная. Но самое главное и ценное — это чтобы это приводило нас в присутствие всемогущего Бога. И когда ты приходишь в присутствие всемогущего Бога, Он вездесущий, Он везде. Но многие люди, они живут, и они даже не осознают, что Бог есть. И Бог назвал Себя «Я Есмь», «Я Есмь» — сущий Бог. И многие народы, они жили, они никогда не знали Бога. И также сегодня мы можем жить, и мы можем жить своей жизнью. И даже не быть осознанными о том, что Бог с нами и Бог в нас, если мы приняли Иисуса в своё сердце. И, знаете, это совсем другое качество жизни. Но по поводу обучения. И, знаете, это, наверное, обучение, это то место, где ты просто позволяешь Богу заново, вот как Он, знаете, открывает твою жизнь. Ты позволяешь и говоришь «Господь, я хочу, чтобы Ты проверил всё, во что я верю, и пересмотрел все сферы моей жизни». И я знаю, что Богу всегда есть над чем трудиться в нашей жизни. И это каждодневный процесс. Но есть такое время, когда происходит такая особенная перезагрузка, и когда Бог с нами работает особенно интенсивно. И это очень ценное время, очень важное время. Знаете, недавно я наблюдала, у нас какой-то здесь сезон сейчас бабочек. Очень-очень много бабочек. И они такие красивые, такие разноцветные. Всё здесь цветёт, это Калифорния. И сейчас такое время, ну, прям много цветов. И эти бабочки такие красивые, такие нежные. И люди так восхищаются, когда бабочка садится на них, они начинают фотографировать. И знаете, что я подумала? Что ведь эта же бабочка ещё буквально там, может быть, я не знаю, несколько месяцев тому назад она была гусеницей. И она где-то там на дереве сидела. И иногда, я не знаю, возможно, у вас такое бывало, у меня такое было. Когда я была в саду, и на меня упала гусеница. Не удержалась на веточке. И я так пищала. И я как бы, ну, люблю всяких всё живое, но не гусениц на моих волосах. И люди, они пугаются гусеницей, ну, в основном, особенно девочки пугаются. И я подумала, что так интересно, что эта гусеница, она, там такой целый процесс происходит, когда она себя заматывает в кокон, в такой узкий кокон. И когда происходит процесс метаморфозы, гусеницы, бабочку. И когда этот процесс, он никому, во-первых, не виден. То есть это не тот процесс, где участвует всё, не знаю, семейство, все там остальные какие-то наблюдатели. Это процесс, кокон, это очень узкое такое место. И тесное. И интересно, что гусеница, ну, она, ей нельзя помочь в этом процессе. Потому что если её раньше, если этот кокон раньше разрезать, чем нужно, то эта сформировавшаяся бабочка, она не сможет летать. И если я правильно слышала. Это интересные какие-то факты. Ну, много можно поучиться у природы, да, что, как функционирует, что происходит с природой. И, знаете, я подумала, что, знаете, иногда люди, они как бы начинают обвинять других людей, что они как-то отворачиваются, не хотят общаться, не хотят строить взаимоотношения. И я не говорю, что, может, кто-то не прав в этом. Но я хочу сказать, что иногда в нашей жизни бывают моменты, когда сам Бог нас зовёт в этот процесс метаморфозы. И мы можем в этот момент начать обвинять кого-то, начать обвинять людей. Но в этот момент самое ценное, что может быть, это просто закрыться. Знаете, вот как написано, «Войди в свою комнату, закрой дверь и помолись Богу. И Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно». И это просто удивительное местописание, потому что в нём мы видим, что Бог ценит эти личные взаимоотношения. И Он воздаёт эти личные взаимоотношения. То есть приходит результат этого. И, знаете, в моей жизни я испытала такую метаморфозу, когда я была подростком, и когда в какой-то момент так произошло, что сначала в моём доме, в нашем доме, у нас всегда был открытый дом, и много молодёжи проводило время, и у нас были чудесные общения. Но потом много чего поменялось, и всё общение перенеслось в другой дом. И так произошло, то, что мне даже никто не звонил, и никто не приглашал туда, в тот другой дом. И я не знаю, почему так произошло, но это было такое предательство, потому что на протяжении многих-многих-многих лет мы заботились, у нас приходила молодёжь, они просто открывали наш холодильник и брали всё, что им хотелось, потому что многие приходили после работы голодные. и у нас никогда не было различия, это моё, это твоё. Но я пережила предательство. Я помню, как я, будучи подростком, я лежала на диване, и у меня слёзы просто катились. И я говорила, «Мама, неужели, почему так несправедливо? Почему так происходит? Почему они меня не приглашают? Ну я ведь ничего им не сделала плохого?» И мама говорит, «Ликушка, ну не переживай, ну всё будет хорошо». Ну, и я помню эти моменты, они были такими сложными. И потом я общалась, уже через какое-то время я общалась с этими же людьми. Говорю, почему так произошло? Они говорят, «Ликка, мы не знаем, ну мы ничего против тебя не имели, ничего против тебя не имели, но как-то так получилось. И знаете, на тот период, он меня, такое одиночество, какое-то предательство, он меня не погрузил в какую-то просто горечь и обиженность. Я так благодарна, что просто я помню, что у меня появилось столько свободного времени, и это было как раз лето. И я начала приходить в свою маленькую-маленькую комнатку, и я начала закрывать дверь, и просто я сказала, «Господь, я так хочу знать Твою волю, Твою цель, Твой смысл для моей жизни. Я так хочу понимать, о чём Ты мечтал, когда Ты меня создавал». И знаете, я не замечала, что изменяется, но постепенно моё молитвенное время начало изменяться, потому что я начала переживать реальность Бога в своей комнатке. и это не просто слова, знаете, пафосные слова или какие-то супердуховные слова. Это была реальность. Я была подростком, и я даже никому об этом особо не рассказывала, никому даже, наверное, дела до этого не было. Но я начала читать Библию по-другому, я начала слушать проповеди пастыря по воскресеньям по-другому. И я помню, как через меня, знаете, тогда не было ещё так, телефоны не были распространены. И я помню, как через меня девчонки передавали записки друг к другу, ну как бы обменивались какими-то сообщениями таким образом. И я только помню, как я передавала записку, а мне просто через… Вот я слушала послание пастыря, и для меня просто это то, что Бог говорил в мою жизнь. И они так же слушали, но мне казалось, послушайте, это так мощно. Но Бог начал говорить в мою жизнь, говорить через обстоятельства, говорить через людей, говорить через… Он начал быть таким живым, реальным Богом в моей жизни. Вот это connection, то это соединение, оно начало быть самым сильным, самым явным в моей жизни. И знаете, и я просто постепенно, я даже не заметила, как моя… Ну, я начала изменяться. И мне начали об этом говорить сначала мои родные, потом я пришла в свой класс. И это как была метаморфоза, это было изменение. Я ощущала сама, что я реагирую по-другому на те вещи, на которые я раньше реагировала. Ну, мне сложно было, ну, как бы я встречала непонимание, и мне сложно было, вдруг меня не поймут, вдруг, если я буду там, например, ну, поделюсь тем, во что я верю, или что, как я живу, вдруг это не поймут, и у меня был какой-то страх, какое-то сомнение. И знаете, иногда мы можем с этим бороться как-то, но это побеждено, может быть, только сильнее, чем-то сильнее. А сильнее может быть только любовь Божья, которая, когда мы приходим в это единение с Богом, это начинает заполнять нас. Потому что мы, как ёмкость, мы чем-то наполнены. И когда мы наполнены своими человеческими мыслями, своими человеческими суждениями, человеческой мудростью, о которой я поговорю, может, в другом видео, потому что это отдельная тема, о которой мне сейчас Господь очень сильно проговаривает. И тогда этот мир, он будет нас поражать, потому что есть много, чем мы можем быть уязвимы. Но когда Бог наполняет наше сердце, когда Бог наполняет всю нашу жизнь, там нет места страху, там нет места, там просто, как написано, совершенная любовь, она изгоняет страх. И я это пережила на своём опыте. И, знаете, это прекрасно. И потом, когда я победила в конкурсе, я начала, Бог мне дал открытые двери по всему миру. И у меня сегодня есть друзья по всему миру. И, знаете, когда я начала летать в разные страны, и люди открывали свои дома, и молодёжь мечтала просто встретиться, познакомиться со мной. Даже не потому что я победила в конкурсе красоты, но потому что они говорили, Лика, ты настолько, ты как светлячок, ты просто с тобой рядом, твоя жизнь просто меняется, просто находясь с тобой рядом. Мне многие люди это говорили. И я знаю, что это не я, это не просто я какая-то особенная, или моя жизнь какая-то особенная. Это Бог, который особенный во мне. И это тот аромат, которым я была наполнена. И каждый, знаешь, когда иногда ты обнимешь кого-то, и кто-то так духами вкусно пахнет, и потом ты такой ходишь полдня и думаешь, я знаю, чей этот аромат. Также молитва — это аромат, которым мы наполняемся, и потом мы начинаем этот аромат раздавать. И происходит, у меня произошла в жизни метаморфоза. И Бог мне дал столько друзей по всему миру, и моих друзей, которые тогда были друзьями. И, знаете, вот такие, вот эти вот моменты, вот этих вот тесных обстоятельств, которые, мне кажется, каждый человек на земле рано или поздно переживает. Это не позволение, чтобы стать горьким человеком, обиженным человеком, но это приглашение взаимоотношения в эти близкие, личные, может быть, более где-то такие отделённые взаимоотношения с Богом. и это чудесный период. И то, что, наверное, я отчасти где-то здесь переживала, хотя я каждый день, ну, я в школе была среди 600 других студентов были со мной в классе. То есть я не была отделена от людей, но как бы по сравнению с той жизнью, которой я всегда жила, когда я могла ехать, служить, я могла, мне просто очень много я отдавала. По сравнению с этим, это просто такое время, когда я закрыта в одной стране, закрыта в одном помещении, и я учусь. И это не сильно был лёгкий процесс лично для меня, потому что, ну, тебе нужно просто отложить все какие-то регалии, тебе нужно отложить то, кто ты есть, как тебя видят люди, как ты себя видишь. И тебе нужно быть просто студентом, тебя никто не знает, ничего не ожидает, и иногда кажется, что ты так много можешь дать, но ты можешь дать только тому человеку, который хочет, и который знает о том, что ты можешь дать. И знаете, и это такой чудесный для меня был момент, когда я могла позволить Богу работать больше в моей жизни. И так же я вот поняла за последнее время снова же, что самая большая трансформация всё равно происходит в нашей тайной комнате в взаимоотношениях с Богом, когда Он проговаривает наше сердце. И если Бог не говорил ещё в твою жизнь, потому что это самое ценное, что ты можешь иметь, это когда Бог говорит твою жизнь. Если Бог ещё не говорил в твою жизнь, это значит, возможно, что не было... Знаете, мы можем позволить Богу говорить нашу жизнь и просто прийти, как... Это всё просто происходит, да? Прийти в свою комнату или на свой балкон, или, возможно, это время прогулки для тебя, для каждого человека это уникальное место, где мы можем быть посреди людей, но мы можем общаться с Богом и позволить Ему говорить твое сердце. Просто проводить с Ним время. Не для того, чтобы получить просто ответ, но для того, чтобы быть с Ним. И это отдельная тема. Я не хочу идти в эту тему сейчас, но мы поговорим об этом больше. Я надеюсь, что у меня получится делиться больше. Потому что это реально то, что у меня в сердце. Я молилась и говорю, Господь, что Ты видишь для меня дальше? Потому что сегодня я молюсь, быть ли мне в Америке или возвращаться мне в Европу, потому что там я свободна и больше в Украине проводить времени, чтобы служить людям. Там есть так много сегодня нужды и так много жажды. И также в Европе есть очень много людей, которые выехали и которые вообще абсолютно потеряны и не понимают, что им делать. Ну, по крайней мере, в Испании я очень сильно с этим столкнулась. Поэтому есть много работы. Так что я молюсь. Думаю, молитесь тоже со мной за меня. Буду благодарна. И... Да, самое главное это то, что мы просто научились слышать его и научились быть чувствительны к нему. Поэтому, друзья, если у вас есть вопросы, то, о чём вы хотели бы услышать больше, возможно. Буду рада поделиться. А так, до новых встреч. Пишите и задавайте свои вопросы под видео. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok